О финале, как бы говорил Пеп Гвардиола, задача не отставать и взять свои три очка. Размышляли о том, будет ли вообще Дебрион сегодня играть, но он в старте. А вот то, что слева, это мы еще об этом поговорим. Игуаин не успевает к мячу, и Эдерсон спокойно забирает этот мяч. Кстати, не было положения вне игры. Майк Дин, главный арбитр сегодняшней встречи, вместе со своими помощниками. И близко не было офсайда, но, между прочим, атака-то практически голевая. Чуть полетит поудобнее мяч для Игуаина. Но он вполне мог бы его и обработать. Без пауз пока проходит. Все матчи в этом сезоне. Бернардо Силва получает мяч в штрафной площади. Удар, поворотом, где-то прострел. Стерлинг, гол! Гол! Сити очень любит быстрые голы, особенно на своем поле. И добивается успеха на четвертой минуте. Посмотрите, какое счастье Рахима Стерлинга. Сейчас очень любопытно на повторе обратить внимание на позицию Бернардо Силва, который открылся в штрафной площади. И игроки Челси элементарно зимнули. И обратите внимание, 20-й номер. Вот он, начинает движение. Кто играет на этом фланге? Мы говорили о левом фланге обороны Манчестер-Сити. Но стоило бы поговорить о левом фланге обороны команды Морисов Салли. Морисов Салли, который махнул рукой в сторону Бернардо Силвы и побежал ближе к центру сужать пространство. И можно расходиться по домам уже. И не ждать ничего с точки зрения интриги. Ой-ой-ой, Агуэро! Ругает Гонсало Игуаина за промахи, за непопадание в пустые ворота. Но и его другой соотечественник Агуэро сейчас не использует 100%. На момент как же легко спарывает оборону своего соперника Манчестер-Сити. Элементарно все. Как же легко и как здорово Бернардо Силва сейчас левой ногой своей волшебной работал. Никто его толком не встречал. Положения вне игры нет. Вынимай. Просто не попал. Ну, сложно не попал, я бы сказал. То есть команда еще способна бороться за титул. Азар! 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 Игуаин вежливо. У Игуаин всем уступает мячи. Пенальти уступил. На, пробей товарищу. Сейчас тоже не стал путаться под ногами, да? Хотя я думаю, если бы он в этой команде был подольше, но напрашивалось, покати, да, Азар Мум? Или оставь ему мяч. Игуаин вежливо уступил Азару, понимая, что он пока что новичок в этой команде. Азар. Одной ногой в чемпионшипе. Зинченко пошел в атаку. Но, тем не менее, там они действовали здорово, заговорили о связке новой. Удар! Гоу! Гоу! Гуэру! Блистательный удар. Куна Гуэру в самую девятину вонзает он этот мяч. И, пожалуй, с интригой этого матча закончено. Дальше просто можно наслаждаться исключительным исполнительским мастерством футболистов. Вот исполнил. А бог с ним, бог с ним, с тем тычком, который он промазал, да? Нет, а посмотри, как он вот здесь мяч обработал, смотри. Голевой пас с Динченко, кстати, отмечаем. Аккуратненько, аккуратненько из-под опорной ноги выкатил сам себе. Вот, вот здесь тоненько сыграв, подработал. И какой удар, вводящий в самую практически паутину. Кепа чуть-чуть руками, конечно, пальцами мяч этот чиркнул. Но, в любом случае, дивизия придумать что-то можно изменить. Баркли, Баркли делает голевую передачу Серху Агойру. Это 3-0 в 19-й минуте. Не должен так складываться матч двух самых успешных команд за последнее время в английской премьер-лиге. Челси, неужели это будет очередной гостевой разгром? Пока залетает все, что можно. И даже когда мяч, казалось бы, залетать в ворота не должен, он залетает. Хотя вот от Агойру не залетел в том моменте, когда он не попал просто-напросто в створ. Ну, а тут закидушечка такая. Давид Луис вроде бы мяч вынес. А дальше Баркли делает результативную передачу на Куна Агойру. Вот здесь Рахим Стерлинг против всех распелик. Ой, это какой потрясающий пас! И если у Серки Агойра не получилось, то получается у Илка и Гюндагана 4-0! Бертуму забили 9. Ну что, Челси, вызов принят? Страшный сон юного Баска, голкипера из Атлетика Билибао. 4 штуки пропустил уже он за 25 минут. Обошлось без Зинченко, но не без его левого фланга. Стерлинг, ну как так можно оставлять Серки Агойру? А затем еще и зона подбора оказалась абсолютно оголенная. У Челси здесь был Илкайдюн Джорджинио. Игуаин, хорошая передача и обработка классная. И пас какой! И спасается! Игуаин одним движением убирает мяч и контролировать его все равно продолжает. И, конечно, передача. Вот оно взаимодействие с партнером. Команда играет спокойно по своим зонам и никаких проблем в обороне пока что не испытывает. А вот и Игуаин пробил красиво. Да, не хуже Агойру по траектории, по крайней мере. Может быть, чуть дальше была его ударная позиция. Но и лучшим был готов Эдерсон, который занял место около ближнего угла, ближней штанги. И парировал мяч, переведя его в угол. Ну и в отличие от своего коллеги из Челси, он видел момент удара, видел мяч. Поэтому, конечно, был этот мяч играть гораздо легче, чем Кепе, когда бил Агойру из-под защиты. Вне всяких сомнений. На момент имеют рейтинг ниже 6, а у бедного Кепа вообще 4.83. Подача! И сейчас понизить рейтинг Кепа имел все шансы и Серки Агойру, и его партнер. Но сейчас бы он был не виноват, даже если бы он пропустил, потому что пас фланга и удар такой вот практически в упор, в дальний угол или в ближний, в любой угол, здесь вратарь бы не выручил. В любом случае. Но опять откуда передачи делает Дебрюйна, никто его не накрывает. Это все тот самый левый фланг, у которого в предыдущем тренерском составе. Продолжаем прямую трансляцию из Манчестера. Четыре. Ты на сто процентов уверен, что Маурицу Сари будет возглавлять команду в финале? В этом матче Дебрюйна перетерпел своего соперника. Удар по вороту перекладина Серкио Агойру. Штрафной площади Стерлинг ушел в место. 173 сантиметра рост Серкио Агойру. И вот насколько важно получить точную передачу. Изумительный пас Дебрюйне. Но Агойру выпрыгнул, причем он даже перевисел в воздухе Давида Луиса. Тоже не гигант, прямо скажем, бразилица. Игрок сборной финалиста чемпионата мира. За плечами Мадридский Реал. Пусть не старшина, как слева защита. Да, он освободил место для Стерлинга сейчас. Который по левому флангу пробирается вперед. На этот раз Аспеликоэто. Опоздал Аспеликоэто. Дин все видел. Без всякого видеоповтора. Никто не спорит. И самое главное, что не спорит Аспеликоэто. Потому что он понимает, что он зевнул. Умчался и по ногам. Хотел по мячу попасть. Но вот удивительно, когда игрок такого опыта, как Аспеликоэто. На что он сейчас рассчитывал? На то, что он успеет из-под быстрых ног Стерлинга выбить мяч на угловой. В какой-то момент показал, что Аспеликоэто оттеснил. Очень легко обыгрывает Кепу Серхио Агуэру. Есть хет-трик и есть рекорд. Ну, пока поравнялся с Аулом Ширером. Но я думаю, очень скоро Серхио Агуэру ему сможет передать привет. Уже в качестве единоличного лидера по этому показателю. 3-0! Ой, 5-0! 3-0 это только те голы, которые Серхио Агуэро. Да, 3-0 это Агуэро и Гуаин. В этом матче счет 3-0 в пользу Агуэро. Агуэро Кепа, там уж как... Нет, но все-таки мы с самого начала обратили внимание на присутствие двух форвардов сборной Аргентины. 239 мячей. Но у него, конечно, средняя результативность выше 308 матчей в Старте. Которая вообще особенная команда, не имеющая толком конкурентов, кроме там 2-5 разницы мячей. Наверное, еще нужно провести минут 10 в поисках соответствующего результата. Он не Лестер, и здесь он не главная звезда и не лидер, так потихонечку поигрывает. Но как-то мы... Возможно, и такие матчи бывают не только с Челсо, с любой другой командой. Такое теоретически может произойти. Но вот то, что команда не забивает с тренером, который имеет репутацию постановщика игры именно в атаке, да, на контрасте с Антонио Контой Ковачи, сейчас получает желтую карточку. Вот это вот должно тревожить больше всего. Почему с серьезными соперниками Хаддерсфилд давайте все-таки вынесем за скобки. А дальше по центру, а дальше передача на Габи Жедеса. Жедес 1 на 1, 6-0. Нет, сейв в исполнении Кепы. Все-таки мы это сегодня увидели. Как же бежит Стерлинг и на такой скорости умудряясь и контролировать мяч, и передачи точные отдавать. Но опять-таки хотя бы один такой момент Челсо, да? Ну и опять же вот этот эпизод демонстрирует, насколько быстрее футболисты Сити практически пытался... Ой-ой-ой, это просто, просто красиво! Это просто красиво! Это 6-0, ну как разыграли! Распороли просто защиту Челси сейчас, хозяева поля, 6-0. Это замечательно, голевая передача Александра Зинченко, 6-0 на Этихаде. И полный восторг от игры Манчестер Сити. И передача назад, и с штрафной черпачком. Где же мы могли это вообще видеть? И Силва великолепно прочитал ситуацию. А посмотри, как Зинченко радуется. Отдал голевую на 6-й.